Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава пророка Иезекииля. Мы читаем мой перевод. Я Андрей Десницкий для библейского портала «Экзегет». Я его немного комментирую. Мы все там же. В начале VI в Вавилонии, далеко от Иерусалима, который пока еще не разрушен, но очень скоро будет. Пророк беседует со своим народом. Причем у Иезекииля есть одна особенность, которой нет. Скажем, у Исаии, да и у Ремии тоже нет. Он очень точно и подробно датирует. Восьмая глава как раз начинается с датировки такого события. В VI году, на пятый день шестого месяца, ну, точно так же у нас было в самом начале, да, вот книга начинается в 30-й год, на пятый день четвертого месяца. Ну, и дальше уточнение. На пятый год пленения царя Йоахина. Дело в том, что в древности не было единого календаря, как вот сегодня такой-то год, 2018-й, когда я это записываю. Но надо было датировать по правлению царей. А тут еще и царя Йоахина, вот 30-й год его правления, увели в плен. Значит, это, соответственно, пятый год, а тут шестой. Следующий год после тех событий, которые описаны в первых семи главах. Это 592 год до нашей эры. Мы довольно легко это распознаем, потому что датировки правления царей у нас есть. Итак, я сидел в своем доме, и со мной там были иудейские старейшины. И прямо там меня коснулась рука владыки Господа. И я увидел. Обратим внимание, что первые семь глав – это видения, которые были ему, когда он гулял в поле. А вот восьмая глава начинается с видения, которые ему прямо вот вместе с его народом приходят, когда он находится среди иудейских старейшин. Ну, очевидно, он уважаемый уже человек. То есть вот эти странные вещи, о которых мы читали в первых семи главах, когда он там лежал на боку, когда он воевал с кирпичом, изображавшим Иерусалим, когда он ел совсем по чуть-чуть и пил очень небольшое количество воды, они, очевидно, принесли ему репутацию не сумасшедшего, которого надо изолировать от общества, а какого-то весьма почтенного пророка. Иудейские старейшины к нему собрались. То есть что-то начинает доходить. Может быть, еще не все. Но вот ситуация такой национальной катастрофы, они уже находятся в плену, Иерусалим под угрозой, вот она заставляет людей искать, может быть, нестандартные решения и присматриваться и к тому, кто в другой ситуации был бы назван сумасшедшим. Так вот, я увидел, говорит Иезекииль, некто подобный человеку, а в еврейском тексте даже сказано подобие огня, я здесь цитирую по греческому переводу, некто подобный человеку или подобие огня, но ниже пояса он выглядел как огонь, а выше пояса как сияющий янтарь. Он протянул то, что выглядело как рука, и взял меня за волосы. Обратим внимание, что он не говорит ангел, ну, мы бы, наверное, сразу написали ангел, сияющий ангел, потому что назвать существо духовного мира каким-то именем, каким-то словом уже, значит, дать ему определение. Вот мы же знаем, что такое ангел, мы сто раз их видели. Вообще-то нет. Мы можем лишь описать какое-то загадочное видение очень приблизительно. Вот книга Иезекииля начинается с этого парадоксального описания колесницы в первой главе, и практически все сверхъестественные явления будут здесь описаны вот как подобие, как что-то похожее на огонь, на янтарь. Ну, а как выглядит огонь? Огонь — это не форма, огонь — это вот не вещество, это вообще-то состояние горения. И вот ангел — это тоже состояние чего-то такого, это не вещество и не форма. Сегодня у нас есть всякие термины бестелесности, духовность и так далее, а вот у них были только подобия, еще не разработана эта сложная терминология. Он протянул то, что выглядело, как рука, и взял меня за волосы, да? А вот волосы у него настоящие, то есть человек в своем теле переживает некий важный для него и вполне реальный для него опыт, а вот то, что касается ангельских сил, то это все лишь подобие и некоторые такие вот образы. Дух поднял меня между небом и землей и в видении Божьем перенес в Иерусалим. В видении, то есть не в реальности, но он наблюдал это, но не физически, наверное, там присутствовал. К северным вратам внутреннего двора. Ну, мы не будем сейчас подробно описывать, как был устроен храм, но понятно, что есть, собственно, святилище, святое и святое святых, а вокруг него двор, и даже не один, возможно, да, где приносится жертва, где священники находятся. Вот внутренний двор, то есть самая такая примыкающая к святилищу ближняя часть, где стоял негодный истукан, вызывающий негодование. То есть, оказывается, и там идолы. Вот сколько пророки с этим не боролись, они все равно там стоят. И там же была слава Бога Израиля, подобную той, какую я видел на поле. Обратим внимание, что вообще-то слава Бога Израиля – это то, что в храме присутствует постоянно, начиная с его строительства при Соломоне, слава Божья наполнила храм, рассказанного в Третьей книге Царств, и священники не могли служить из-за этого, то есть как-то физически ощутимое присутствие Бога, которое не дает человеку действовать. И вот здесь истуканы слова Бога одновременно, но слава Бога, как та, которую я видел на поле. То есть получается, что храм в Иерусалиме – это лишь одно из возможных мест пребывания этой славы. И то этой славе приходится там соседствовать со стуканом. В общем, сразу все становится понятно про судьбу храма. Зачем он тогда нужен? И он сказал мне, сын человеческий, посмотри на север. Я посмотрел на север, и к северу от ворот, ведущих к жертвеннику, был этот негодный истукан у самого входа. И некто мне сказал, сын человеческий, ты видишь, что они вытворяют все эти мерзости, которые делает дом Израилев, «Отвращай меня все больше и больше от моего святилища, но погоди, ты увидишь еще большие мерзости». «Отвращай меня от моего святилища». Ну, понятно, если к человеку в дом прийти, устроить там ему погром, там нагадить, ну, конечно, ему будет неприятно в этот дом возвращаться. А храм, как дом Божий, вот, собственно, в язычестве есть такое осквернение, такой погром, который устраивается в этом храме. Потом он повел меня ко входу во двор, соответственно, внешний двор, да, и там было отверстие в стене. Ну, наверное, для каких-то хозяйственных нужд проделали, там надо что-то носить, возить. Он велел мне расширить его, и когда я это сделал, получился проход. Тогда он сказал, ступай, посмотри, какие гнусные мерзости там творятся. Я вошел и увидел, что на стенах там повсюду были изображены всякие ползущие гады, нечистые животные истуканы дома Израилева. Перед ними стояли 70 человек из израильских старейщин. Настоялся среди них и Язаньяху, сын Шафана. У каждого в руке курильница, и дым от благовония поднимается кверху. Ну, то есть на стенах храма изображены всякие языческие существа, или звери, или некие духовные, может быть, существа. Им приносят воскурение, то есть жертвы, да. Ну, чтобы храм не простаивал, хорошо приносить жертву Господу, думают эти люди, но на всякий случай еще разным другим божествам. Вдруг они тоже нам помогут. Ну, чтобы далеко не ходить, прямо тут все это и устроим. Тогда некто спросил меня, этот все некто, вот этот загадочный, как бы мы сказали, ангел. «Видел ли ты, сын человеческий, чем занимаются израильские старейшины во тьме? Каждый в комнате с изображением своего башка. Они говорят, что Господь их не видит, что оставил он эту страну». И добавил, погоди, увидишь, как они творят еще большие мерзосты. Каждый в комнате с изображением своего башка. Вот идеальная картина, которая дана пяти книжей, к которой периодически возвращаются пророки, это Бог и его народ. Народ как нечто единое, и Господь как общий Бог этого народа, который заботится о нем, принимает почтение, поклонение от людей этого народа. Да они все вместе. А картина, которую мы видим здесь. Старейшины, каждый в комнате с изображением своего башка. Но храмовый комплекс довольно большой, там есть всякие подсобные помещения для хранения припасов, для того, чтобы там священники могли, те, которые служат в храме, могли бы, скажем, отдохнуть, ночь провести. И вот эти маленькие комнатки становятся такими микросветилищами. И у каждого свой башок, он там ему приносит какие-то воскурения, рисует его на стенах этой комнаты, или, может быть, даже ставит идола маленького. Вот это вот ярчайшее отхождение от этого идеала. Причем мы видим, что разрушаются не только отношения людей с Богом, но и отношения людей между собой. У каждого свой башок. Как это часто бывает в человеческой жизни, когда у каждого есть свой какой-то маленький идол, пусть не языческий, а у кого деньги, у кого спорт, у кого политика, у кого что-то еще. И вот у каждого свой. И люди при этом воюют друг с другом. Тем более, что и спорт, и политика, они же разделяют, значит, один за одного, другой за другого. И вот они говорят, что Господь оставил эту страну. А вот не смешно ли это звучит? Они оставили Господа. Они заперлись в этих маленьких комнатках, разошлись каждый по своим таким уголкам. И они его бросили. Говорят, что он оставил. Но с большим настоящим Богом сложно. А вот божок, который у меня в коморке, он мой. Я все про него понимаю. Мне с ним легко и удобно. Очень часто так бывает с людьми. И добавил. Погоди, увидишь, как они творят еще большие мерзости. Он привел меня к северному входу в храм Господень. А там сидели женщины, оплакивавшие там муза. Единственное божество, которое названо здесь по имени, это языческое божество плодородия. Очень популярное на Древнем Ближнем Востоке. Оно умирало и воскресало. Но это обозначает умирание природы и ее возвращение к жизни. Такой годичный цикл. Осенью все умирает, весной все возрождается. Поэтому, когда все умирает, оплакивали там муза, как воплощение этой умирающей природы. И женщины этим обычно занимались. То есть, вообще, плакальщица, это женская, скорее, работа. Он сказал, видел ты это, сын человеческий? Погоди, увидишь еще большие мерзости. Он вел меня во внутренний храм, двор Господнего храма, а там у самого входа во храм, то есть в святилище. Между портиком и алтарем около 25 мужчин стояли спиной к храму Господню и лицом к востоку. Так они поклонялись восходящему солнцу. Еще одно божество природы. Вот смотрите, язычество — это поклонение, прежде всего, обожественным силам природы. Умирание и воскресание растительности, восход и закат солнца. То есть, то, что и так происходит без вмешательства человека, то, что и так гарантировано. И вера в единого Бога — это как раз прорыв к чему-то другому, к чему-то такому, что само не произойдет. Некто сказал мне, видел ты это, сын человеческий? Не хватает дома Израиля утворить все эти мерзости. Они всю страну наполнили насилием, постоянно вызываемый гнев. Они даже подносят ветви к носу. Ветви к носу, ну, казалось бы, что такого, понюхать свежую веточку, может очень приятно пахнуть. Конечно, это какие-то языческие обряды про ветви к носу, мы ничего не знаем. И обратим внимание, что эти обряды связаны еще и с насилием. Что вот у пророков это постоянная тема, социальная несправедливость, насилие, угнетение и язычество идут рука об руку. Ну, понятно, потому что если каждый в своей комнатенке, если люди поклоняются тому, что и без них произойдет, то всю свою активность они обращают на то, чтобы занять местечко получше, комнатенку занять побогаче, украсить ее поинтереснее, или этой самой земли, этой самой природы, отхватить себе кусок побольше, ну и сильный угнетает слабого. Так и я дам волю ярости моей, не помилую и не пожалею, пусть даже взывают ко мне всю мощь, не стану их слушать. Это видение продолжится в 9 главе, а я только обращу внимание, что оно происходит в присутствии старейшин Израиля, которые уже в Вавилоне, которые уже в плену, и, казалось бы, они в этом не участвуют, но Господь обращается к пророку, не просто как к человеку, который передаст это своему народу, обращается, по сути дела, как к глазам и ушам своего народа, а остальной народ вот в виде этих самых старейшин присутствует здесь, и эти слова относятся к нему целиком. В 9 главе продолжение этого видения.